Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодня у меня для вас постный суп и начинаю готовить. В сковороду добавляю 1 столовую ложку растительного масла и включаю нагрев. Одну среднюю луковицу нарезаю некрупно. Нарезанный лук отправляем в сковороду. Готовим на небольшом нагреве. К луку добавляю воды миллилитров 50. Готовлю под закрытой крышкой. Одну небольшую морковку некрупно нарежу. Нарезанную морковку добавляю к луку. Лук уже вот такой вот томлёный, дал свой сок. И отправляем сюда морковь. Воду по необходимости добавляем понемногу. Готовим основу для супа под закрытой крышкой. Пока овощи готовятся, подготовлю капусту. Капусту можно брать абсолютно любую. Главное, чтобы было название капусты. Пекинскую, как у меня, или белокочанную, или цветную, или брокколи. В общем, любую. У меня 150 грамм, я её некрупно нарежу. Овощи стали мягкими, всё готово. Выключаем. В кастрюлю наливаю 2 литра воды. И добавлю сюда подготовленную основу для супа. Лук с морковкой. Начинает уже закипать. Добавляю сюда капусту. И 2 столовые ложки овсяных хлопьев. Овсяные хлопья, те, которые нужно варить. И после закипания буду готовить 10 минут. На небольшом нагреве, под закрытой крышкой. Прошло 10 минут. Теперь добавлю одну банку кильки в томате. Можно взять вообще любую консерву. В масле, в томате, которая у вас есть, которая вам нравится. Вообще не имеет значения. И добавляем в суп. Довожу до кипения. И готовлю с рыбой 2-3 минуты. Главное в этом деле купить хорошую консерву. Тогда всё будет отлично. И через 5 минут добавляю свежую зелень. Солю по вкусу. И добавляю чёрный молотый перец. Перемешиваю и выключаю. Настаиваем минут 5 под крышкой. И будем подавать. Не понадобилось ничего особенного. Ни какого-то большого времени для приготовления вот этого постного блюда. Ни каких-то особенных продуктов. Быстро ешь и худей, как говорится. Всё. И через 5 минут будем подавать. Суп настоялся. Всё замечательно. Вполне приятный суп. Если, допустим, вам не нравится килька, ну, вполне это объяснимо, приготовьте из псайры, горбуши, тунца, из любой рыбы. Вообще, в пост вот такой суп с килькой – это замечательно. И опять же, низкокалорийный довольно. Сейчас я посчитаю пищевую ценность и сообщу. Значит, пищевая ценность такого супа – 31 килокалория на 100 грамм. Ну, что ещё нужно? Замечательно. Сытно, вкусно и низкокалорийно. Если не хотите использовать рыбную консерву, можно взять любую рыбу, без костей, естественно, в филе. И сразу её добавлять вместе с капустой и овсянкой. Тоже будет замечательно. Ну, а у меня вариант такого быстрого супа. Особо не заморачиваясь, когда вообще некогда. А всё-таки надо что-то есть. Вот такой суп может выручить. И опять же, настоящее время очень актуально, потому что недорого. Ну, вот и всё. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, отличного настроения и успехов в борьбе с лишним весом. До встречи в следующем видео. Пока-пока! До встречи в следующем видео.